Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Добрый день еще раз, уважаемые радиосурсии. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас посредством Зума на прямую связь выходит политолог Вейку Споритис. Добрый день. День добрый. Да, я вот на вашем фейсбуке увидел такую фотографию, вашу, вот в маске с надписью «Свободу Навальному». Действительно, к этой теме сейчас привлечено внимание по крайней мере Европы уж точно, но есть, наверное, такое мнение, что люди говорят, насколько вообще для Латвии вообще важно об этом говорить, поскольку это другая страна, там свои какие-то политические разборки, и потом еще не факт, что если бы Навальный, ну чисто теоретически, пришел бы к власти, он был бы другом, не знаю, Балтии. Я думаю, что если мы смотрим в истории тогда и в 1918 году, и в 1989 по 1991, и теперь всячески, если мы смотрим, как развивалась демократия в Латвии, и как они взаимно сотрудничали с демократами в Российской империи и потом в Советском Союзе, теперь в России, то отношения с демократами России всегда между Латвией и в России были, так что это в наших интересах и в интересах Запада, как большого общества, это помочь всячески демократии развиваться в России, и в том числе здесь нет даже вопросов, должны мы помогать тем намерениям, которые у Навального и его окружения есть, так что это абсолютно понятно, что мы одобраем то, что делает Алексей Навальный. Есть ли какие-то вообще инструменты, может быть, не у Латвии и не у Балтии, а шире, у Европейского Союза, влияние на тот же Кремль, поскольку мы видим, что вот этот длительный период санкций, фактически после Крыма, после 2014 года, когда санкции происходят очень долгое время, особенно такая страна большая, как Россия, приспосабливается, и фактически мы наблюдаем, что особо вот эти вот угрозы каких-то санкций на, не знаю, на Россию не очень-то и влияют. Хороший вопрос вы задали, я думаю, что санкции влияют. Единственный вопрос, какие эти санкции, если мы говорим о санкционном режиме, как они были развиты во время Холодной войны, тогда тех санкций по-большому не работает, потому что они работают по всей стране, и из этого те, которые терпят от этих санкций, это просто народ. И здесь вопрос, может ли Запад, это значит Евросоюз, содействие США, Канадой, Австралией и другими демократическими странами, могут ли они развивать так называемые персональные или точечные санкции. Уже был разговор об этом в 2017 году, просто бывший президент США это поставил на тормоз, и эти санкции не были вдействованы против ближайшего круга людей возле диктаторов в Кремле. Сейчас вопрос, можем ли мы это задействовать опять, содействие США, и если мы эти точечные санкции можем задействовать, тогда уже, я думаю, мы увидим другой ответ, и в какой-то смысле мы уже этот ответ от Кремля слышали два дня назад, когда уже как бы заговорил диктатор в Кремле, говоря с Клаусом Швабом из Давосского форума, что, мол, видите, здесь санкции нехороши, здесь можно какую-то ситуацию развивать, где это уже не будет контролируемое, так что здесь Кремль работает по методическому, здесь ничего другого мы ждать даже не можем, мы знаем, как это работает, так что санкции, точечные персональные санкции, это один вид, как мы можем повлиять на то, как развивалась бы демократия в России. Да, ну вот что касается Навального, здесь, наверное, такой тонкий момент, по крайней мере, Россия об этом говорит, или российская власть об этом говорит, что, ну, фактически, если мы говорим о Навальном, это внутреннее дело России, там, в соответствии с законом, там, суд принял решение его там задержать, и если вот мы как бы вмешиваемся таким вот образом, то даем возможности России тоже говорить о том, что у нас там вот этого задержали, там, не знаю, того задержали, и у нас тоже, если какие-то незаконные акции происходят, наверное, тоже будут действия правоохранительных органов соответствующие. Хорошо, что вы затронули этот аспект, это очень, очень правильно, что мы смотрим на это, как демократии действуют, и как они действуют в отношении недемократии, потому что Россия не демократия. Но все равно, и Советский Союз подписал соглашение в Хельсинки 1975 года, также Советский Союз подписал намерение по ОБСЕ в Париже 1990 года, И теперь Россия, будучи членом Евросовета и других форумов, она обязана следовать правовому порядку, на которого Россия поставила свой отпечаток. Так в таком смысле, если все говорят, что Навальный не виновен, тогда, значит, Россия должна это соблюдать. Но сейчас Кремль действует как фашистский режим и не соблюдает те правовые нормы, под которыми она сама подписалась в том же самом Хельсинки, в Париже, и сейчас будучи членом Евросовета. Да, вот когда мы говорим о демократии, не знаю, о демократических процессах в России, не идеализировали мы Россию в том плане, что это не Швейцария. Я не знаю, возможно ли западная демократия, есть такая фраза применима в России или в Китае, но понятно, что это разные страны, и географические, с другим менталитетом, и Россия, хотя часть ее находится в Европе, но другая часть находится в другом континенте. Нет такого ощущения, что мы пытаемся примерить вот эту, не знаю, западную демократию на те страны, к которым она, не знаю, не подходит. В каком-то смысле, да, есть множество политиков, то же самое Германии, Франции, США, и в Канаде, которые хотели бы видеть Россию, как вы называли эту, почти как Швейцария. Это неправда. Россия переживает свои постимперские болезни, как это переживала и Турция, и Австрия, и Германия, и Великобритания, Франция, Бельгия. Все постколониальные страны переживали эти болезни, и здесь Россия никакое исключение. Но есть другое, как я уже намекнул. Если Россия не подписала бы, значит, Советский Союз в таком смысле, в Гельсинге в 1975 году, в Париже в 1990, теперь, будучи членом Евросоюза, Россия, как преемник Советского Союза, переняла все обязательства. Значит, если она взяла обязательства на права человека, чтобы они были соблюдены в России, тогда она должна это делать. Если она не делает, то тогда пусть выходит из этих международных организаций. Вот что касается выходит, вот здесь, наверное, палка на двух концах. Даже вот те, не знаю, сторонники санкционного режима, часть из них говорят о том, что есть опасность, не знаю, если так можно сказать, перегнуть палку, потому что ведь фактически вот такая попытка изолировать Россию, во-первых, наверное, очень сложно это сделать, практически невозможно, а во-вторых, ну, фактически тогда, ну, условно, Запад говорит о том, ну, ладно, раз Россия все равно с Китаем, вот пускай она туда идет. Ну, чисто идет, конечно, мы говорим там в теории, да, но вот нет такой опасности, что фактически это сигнал России, что, ну, ребята, все, да, вот ваш союзник, вот, к примеру, там, Россия, Китай, другие страны азиатские, вот, и мы укрепляем вот этот союз таким вот образом. Эта игра всегда была и всегда будет, значит, геополитика, это существует с нами уже с того времени, когда мы создали международную систему государства, в частности, в 1948-го года, когда Вестфальский договор был подписан. Но, отвечая в точечном виде на ваш вопрос, я думаю, что здесь вопрос, что происходит в элитах в России, то, что есть так называемая группа китайского, как бы... Направления, да. Направления, и есть направления на Японию, есть там, ну, мало их, те, которые говорят, что все-таки Россия тоже часть Европы, мы должны смотреть все-таки на Европу, все это причастно в России и всегда было. Здесь, я думаю, что нет такой борьбы, чтобы вот сейчас мы должны бороться за Россию. Я вчера слышал интервью с бывшим депутатом Думы из партии коммунистов, который говорил, мол, мы здесь в Западе хотим расчленить Россию, есть Китай, который хочет поградить Россию. Я думаю, что мы просто смотрим на Россию как страну, которая борется со своими демонами. И здесь, в таком смысле, мы должны смотреть, как смотреть за свои надобности. Если что-то в России происходит в отношении между Россией и Китаем, конечно, это затрагивает и нас, но нет так, чтобы мы здесь очень заинтересованы. Все-таки те, которые будут строить будущее России, это будет российское гражданское общество. Да, вот если мы говорим о протестах в настроениях, которые были и продолжаем, мы их наблюдаем в Белоруссии и в России, ну, пока, наверное, вот сторонники, если так можно сказать, протестов, пока у них нет повода для оптимизма. Я так понимаю, что в Белоруссии практически ничего не поменялось. Правда, вот Александр Григорьевич Лукашенко говорил о том, что какие-то будут изменения в Конституции. Понятно, что под влиянием этих протестов, но сейчас, по-моему, эти разговоры затихли. Можно ли сказать, что все-таки вот это протестное движение в чем-то ошиблось и потерпело крах или все еще впереди? Я думаю, что все еще впереди, потому что все-таки сейчас зима, и мы все живем в такой же географической территории, и мы знаем, что зимой люди не хотят большой активности, но несмотря на то, посмотрите, что произошло 23 января в Якутске, в минус 50 люди вышли даже на улицу. Так что видно, что вещи плохи в России, но если отвечать на вопрос на Белоруссии, вообще протестную активность, я думаю, что в Белоруссии, что мы видели, это никто не предвидел в конце августа, когда были выборы в Белоруссии, что заново, как Феникс, из некуда порождалась нация белорусская. Так что мы видим все эти шествия, каждое воскресенье большими числами людей или поменьше. Все-таки мы видим, что протесты происходят, и просто то, что это оппозиционное движение не могло сделать в первые недели сентября. Просто потом сразу все это перенял Кремль и диктатор Кремля. Так что из-за этого мы не можем видеть большое движение. Здесь, конечно, эти византийские игры, которые происходят между Минском и Кремлем, тоже влияют на то, как происходит оппозиционное движение в Белоруссии. Но то, что экономика в такой ситуации, как она есть, то, что ковид влияет на всех нас без различий, мы представители Запада или мы представители России или Белоруссии, это, конечно, видно. Да, вот на ваш взгляд российская власть учитывала опыт вот тех протестов к настроению, которые сейчас есть вот в Белоруссии. Ведь, в принципе, Россия вряд ли бы хотела, чтобы вот таким вот образом произошла смена власти в Минске. И мы увидим это уже через пару дней в воскресенье, потому что 23 января, это было перед видеообращением с представителями в Давосе, из-за этого мы видели, что российская полиция себя вела более-менее прилично, то реальную силу мы увидим уже в это воскресенье, 31 января. Ну, будут ли новые декабристы сейчас в России январисты, это будет зависеть от того, как власть будет относиться к демонстрантам, и сколько вообще демонстрантов выйдут в все города России, как они обещали. Нет ли опасности, вот так, завершая, может быть, эту тему России и Белоруссии, что, с одной стороны, ну, нельзя сказать, что Латвия там раскачивает какую-то лодку, но, с одной стороны, вроде мы там морально поддерживаем демонстрантов, но могут быть последствия в смысле беженцев. Ну, вот мы видим, правда, из Белоруссии пока только 13 человек приехало, и то у них возникли, в принципе, проблемы даже с теми, кто хочет здесь работать. Мы вообще готовы вот к таким последствиям, потому что, вроде мы, как бы, ну, не мы, я имею в виду, вроде Латвия симпатизирует демократические силы тем процессам, которые происходят и в России, и в Белоруссии, но есть же и последствия, могут быть, по крайней мере. Хорошо, что вы затронули этот вопрос, потому что уже 2005 года мы должны работать тем, чтобы были бы готовы принять беженцев. И если мы смотрим на те документы, которые были перед тем, как мы вступили в НАТО, тогда тоже одной из большой тем была готовность Латвии и в том же числе других стран Балтии на необычный вплыв беженцев. Так что мы должны быть готовы. То, что мы готовы или нет, это уже вопрос другой дискуссии, потому что здесь до сих пор происходят всякие дискуссии о том, какое способие должно быть, что они должны делать, когда они могут работать или не могут работать. Это все сейчас решается, но то, что проплыв беженцев мог бы быть, это реальность. Да, вот вчера состоялись ежегодные внешнеполитические дебаты в Сейме. Я помню, что когда вы были депутатом, вы тоже в них участвовали. С одной стороны, понятно, что все-таки Латвия – парламентская республика, такие дебаты должны быть. С другой стороны, насколько сами депутаты могут, не знаю, повлиять на внешнюю политику Латвии, наверное, минимально? Или я не прав? Это опять мы смотрим на стакан воды, она почти полная или полупустая. Это классический разговор. И здесь это, конечно, зависит от квалификации депутатов самих. Значит, депутаты представляют Латвию в множество международных организаций, в том числе ОБСЕ, парламентская ассамблея ПАСЕ при Совете Европы. Значит, есть и Балтийская ассамблея и так далее и тому подобное. Значит, если они активны, если они активно содействуют СМИДом Латвии, тогда они могут очень влиятельно повлиять на внешнюю политику. Если той активности нет, тогда, конечно, уже стакан, как аналогия говорит, уже полупостой. Что касается даже политики Латвии внутри Европейского Союза, отдельные депутаты, это, кстати, на каждых дебатах последние годы мы наблюдаем отдельные дебаты при депутатах, к примеру, недовольны, что Латвия не поддерживает Польшу и Венгрию, у которых вроде бы особое мнение в Европейском Союзе, и зачастую они с Брюсселем конфликтуют, но в то же самое время они показывают, что есть сильное национальное государство, у нее есть свои интересы, и вроде бы Польша, ну, наш союзник, а мы вроде ее не поддерживаем, вот в этом споре с Брюсселем. Другие говорят о том, что нет, ну, если Польша пытается отступить, не знаю, от независимой судебной власти, то мы как раз должны быть на стороне от Брюсселя. Вот ваш взгляд на это. Я думаю, что есть всяческий консенсус, есть разные мнения, и вы очень правильно на это наводили, что есть разновидные мнения в стороне правых в Латвийском парламенте, которые смотрят как бы очень интересно на то, что происходит в Венгрии и Польше. Если мы смотрим на Венгрии, тогда вся Европа понимает, что это уже квазидемократическая страна. Если мы смотрим на то, что происходит сейчас в Польше, когда польские женщины демонстрируют против запрета абортов, тогда, конечно, это нас беспокоит. И в таком смысле сейчас идти против демократических нравов, это против интересов Латвии, потому что все-таки уровни правления в Евросоюзе по большому счету три. Это национальный, это уровень Евросоюза, и это региональный. И в таком смысле сейчас идти так головой в стену, ну, я не думаю, что это очень умно. И по большому счету, если мы смотрим то, что происходит с Венгрией, как бы немножко далековато от Латвии и из прибалтийских стран. Но то, что мы сотрудничаем с Польшей, это понятно. Вот в этой неделе даже наши представители Министерства обороны и представители оборонных сил были в Варшаве, говорили о планах совместной обороны. Так что все идет вперед. Да. Что касается вообще внешней политики, вот мы уже упоминали Россию, наверное, Китай тоже. Ведь есть и те политики, которые выступают, ну, так можно сказать, за прагматичную реал политик, да, и указывают на то, что вот чем, скажем, жестче мы вот свою риторику ведем в отношении восточного соседа, других стран, на наш взгляд, недемократических, тем мы ухудшаем свои экономические возможности и транзиты, и логистику. Даже вот если взять Китай, который очень чувствительно смотрит за тем, за реакцией, в том числе и стран Балтии, и такое ощущение, что у Китая нет такого понятия, что маленькая страна, можно закрыть глаза на то, что она говорит. Все-таки Китай довольно чувствительно реагирует на все это. Как вам кажется? Я вас не слышу, но я надеюсь, что вы меня слышите. Да, мы вас слышим, да, да, да. Да, значит, если мы говорим о прагматизме, тогда, конечно, есть понятие большие, значит, державы, есть поменьше страны и есть маленькие страны. И по количеству нашего населения и по валовому продукту мы видим, что мы находимся в числе тех маленьких стран Евросоюза, как Малта, как Кипр, как Люксембург, который опять, если мы смотрим по численности, это маленький, но по валовому продукту одна из самых богатых стран. Но что я хотел сказать, что как демократия мы должны понимать, что в истории нас учит тому, что демократии никогда не напали на других демократий. Значит, в таком смысле демократии должны всегда заботиться о других демократий. И прагматизм с недемократиями всегда губитель. В таком смысле прагматизм с недемократиями это игра с огнем. И в таком смысле мы видели, какие были наши отношения с Россией перед тем, как мы вступили в НАТО и Евросоюз, и мы видели, какие они сейчас. В таком смысле мы из Брюсселя можем свои отношения с Москвой наладить больше, чем мы это делаем в двухсторонных отношениях. И потому и наше стратегическое стремление было стать частью этих международных организаций. Так что в таком смысле то, что нам предстоит может быть даже война. Здесь представители США уже говорят, и генерали, и даже не прячась, говорят о том, что через 10 лет уже мы можем предвидеть столкновение между Китаем и Западом. Ну, посмотрим, как эти отношения будут развиваться. Это может быть такой специфический вопрос, но помятую о том, что вы все-таки были парламентским секретарем Министерства обороны. Вот что касается обороны, вот вы упомянули о контактах с Польшей. Вот есть критики, которые поддерживают естественную необходимость каких-то там оборонительных мер, все-таки указывают на то, что мы очень сильно фокусируемся на каких-то устаревших вооружениях, не понимая, что вот современные войны, они, ну, совсем другие. Даже вот на Горном Карабахе, вот при всей особенности там ландшафта и так далее, и то мы видели, что вот эти все дроны, беспилотники играли большую роль, а мы концентрируемся на вот этих вооружениях, которые, ну, вчерашний день. Я не согласен с той критикой, потому что, может быть, эти критики даже не понимают, что происходит в вооруженных силах в Латвии, и в том числе в Зенесерде, которые тоже и я состою. Да. То, что война в Ливии и в Карабахе показывала уровень той войны, которая происходит, если вы в воздушных силах используете дроны, конечно, но здесь другой вопрос, что Армения была оставлена одна, она, ей не помогал ее союзник Россия, из-за этого ее воздушное пространство могло так просто быть пробито азербайджанскими дронами. Если мы смотрим на ситуации в Балтийских странах, то мы все-таки члены НАТО, это во-первых. Во-вторых, мы учимся использованием дронов и в латвийских вооруженных силах, и в-третьих, все-таки мы должны смотреть на то, что происходит сейчас в Латвии, мы идем к тому череду, к примеру, что нам показывает Финляндия, что нам показывает Швейцария, две страны, которые еще не часть альянсов, но то же самое происходит и в Эстонии, и в каком-то мере в Швеции. Так что это вопрос о тотальной обороне. Писать в прошлом на латвийском языке. Так что все есть. Вот поскольку вы ориентируетесь в том, что происходит, я знаю, в Эстонии, но это, наверное, популярно. На протяжении последних лет мы все время слышим, что Эстония нас во всем опередила. Не знаю, в экономике, в налоговой системе, возможно, в обороне. Это так? Или мы просто сами как-то так очень критично к себе относимся? Опять, здесь я уже буду повторяться. Я думаю, что здесь, как я уже говорил, мы смотрим на это, на стакан воды, он почти полон. Да, наполовину пуст или полон. здесь эта дискуссия будет всегда такой. Я думаю, что есть, конечно, если мы смотрим на цифры, там, индекс свободы, значит, какой валовый продукт, какие пенсии, средняя зарплата, тогда мы видим, что Эстония перед Латвией. Здесь множество факторов, которые влияли на это, но Латвия догоняет. Опять, если мы смотрим там реформы, тогда мои коллеги эстонские говорят, что вот, мол, видите, как вы сделали реформу латышского языка, мы хотим тоже такое, чтобы Эстония тоже бы это провели бы. Сейчас у Эстонии новое правительство, они будут стараться к этому. Так что, конечно, есть что-то, которое лучше в Эстонии, но есть вещи, которые мы сделали и в Латвии. Возвращаясь, может быть, к завершению беседы, вот возвращаясь все-таки вот к этой ситуации, на Востоке и в России и в Белоруссии, все-таки на ваш взгляд вот то, что там происходило, это все-таки нету, не знаю, не смогли сорганизоваться оппозиция, потому что в Белоруссии это мы тоже наблюдали, что да, протесты есть, но, как мы знаем, в любой революции все-таки должны быть какие-то организаторы, нравится это кому-то или нет, но вот так вот стихийно, но это вряд ли происходит, особенно если мы хотим это все сделать без какого-то насилия, и, наверное, в России тоже, но мы не видим никакого единства оппозиции, есть Навальный, который больше даже известен не как оппозиционная политика, как, не знаю, разоблачитель, вот коррупции, так, по крайней мере, он сам себя позиционирует, нет какой-то организации, на ваш взгляд? Я думаю, что вы, в частности, уже ответили на свои вопросы, которые, как бы, открыты, я думаю, что мы видели это после выборов в Белоруссии, что не было организованности оппозиции, конечно, режим Лукашенко нашел себя врасплохе, потому что он все-таки не ждал, что вот сейчас три женщины могут что-то такое сделать, но это одна неделя была самый главный момент, когда оппозиция не знала, что делать, и, конечно, режим Лукашенко быстро понял, и они потеряли моментум, и из этого, конечно, они потеряли возможность поменять режим быстро, и потом подключилась Москва, которая не хотела так называемой оранжевой революции, чтобы они сейчас произошли возле ее рубежов, и из этого, конечно, и мы видим то же самое в России, но здесь не забудем, что все-таки мы говорим о диктатурах, потому что и Москва, Кремль, и то же самое в Минске, они методично уничтожали оппозиционеров, смотрим, Белоруссия или Россия, где находится оппозиционер или в изгнании, или в тюрьме, или убитый, значит, здесь бывший премьер немцов и другие политики, которые заключенные, которые выгнаны и живут сейчас в Польше, живут в Англии, в Франции, США и так далее и тому подобное. Это реальная ситуация, к сожалению. Спасибо большое Wake Esport, у нас был на прямой связи, спасибо большое. Спасибо вам, всего хорошего.